Дамы и господа, приветствуйте Саферника! В синем углу, боец из Бразилии, город Рио-де-Жанейро. Ему 36 лет, рост 177 сантиметров, вес 74 килограмма, 890 граммов. Представляет бойцовский клуб «Нова Юнау». Профессиональный рекорд — 46 боёв, 40 побед, 6 поражений. Ронни Торей! Её соперник в красном углу из города Тюмень представляет город Екатеринбург. Ему 29 лет, рост 171 сантиметр, вес 70 килограммов, 100 граммов. Профессиональный рекорд — 27 боёв, 20 побед, 7 поражений. Представляет бойцовский клуб «Архангел» Михаил Тимур Накимин. Реферебоя Максим Протасов. Парни, внимательно слушаем мои команды и активно защищаемся на протяжении всего поединка. Руки пожарите, аж голос. Тимур, капа, капа, покажи мне. Дорогие друзья, традиционно пастушные списки, возраст, рост, вес. Моложе гораздо Тимур Нагибин своего соперника. Готов? Бой, первый раунд! Ронис Торрес повыше ростом в плане проведения поединков поопытней. Ну, повыше ростом, так, по крайней мере, на бумаге было написано. Метр 7,7. Ну и начал этот поединок, точнее не начал этот поединок, а перевесил на весах бразильник с Тимур Нагибина. Да, от бразильца пройти в ноги от Торреса. Хорошо отзащищался Тимур. Вот так сейчас пошёл вперёд, мне показалось, будет бить коленом, но что-то немножко приостановился. Апперкот вправо от бразильца. Включает двойным джедом Тимур Нагибин. Торрес, да, он любит партер. Он любит партер, в принципе, и умеет партер. Попытка забирает шею сразу же Торрес. И Торрес достаточно прочный парень. Ещё раз, у него из шести поражений лишь одно досрочное. Старается освободить голову Нагибину. Даётся ему это. Попробует локоть. Но тут опять вопрос, да? То есть с 2019 года официально не дрался. Но при этом, коллега, знаешь, суть в чём, что обладает огромным опытом. И вполне возможно мог за это время чуть-чуть подлечить те травмы. Свой плюс, да, трёхкратный чемпион шуту Бразилии, не самого слабого промоушена в Южной Америке, в принципе. Да и в латинской. При этом, да, Тимур Нагибин относительно недавно проводил свой поединок в декабре 2022 года. Уступил он тогда Али Абдул-Халькову, но поединок он был очень ярким. Очень яркий, очень близкий. Да, и по мнению очень многих аналитиков в том поединке, возможно, и победу одержал Тимур Нагибин. Ну и Тимур, естественно, не считает, что проиграл в том бою. Так, у нас паркур, так. Ну нет, здесь, мне кажется, от защищения от защищения. Бойцы, наверное, свою ногу делает, это Ана Гибин. Разлукла Пауа, да, подсказывает здесь. Ну, в принципе, он может поднять и в стойку рефери в такой ситуации бойцов. Немножко патовая такая ситуация. Бразилии думает, что бы мне сделать, как бы мне освободить, например, левую руку. Так, а вот здесь, если провернется сейчас Торрес, поэтому Тимуру нужно, да, вставать. Так, забирает спину здесь Торрес. Ну, не сказать, что прям совсем плотно еще. Насколько быстро, да, и активно поляется, ребята. Попытка проатаковать пятку со стороны Тимура. Там, по-моему, неплотно он захватил ногу. В данном случае правую ногу бразильца. Удастся ли бразильцу ногу выдернуть. Еще раз, Торрес очень-очень такой искушенный портеровик. Для него вот эта ситуация, в принципе, стихия родная. И смотри, опять тут пытается проатаковать шею здесь Торрес. Очень хорошо подпадривают Торреса из угла. Типа, молодец, все правильно делаешь, продолжай в том же духе. Три минуты ведут Торреса по времени. Попытается ли развернуться из этого положения на Гиббин. А там ноги застегнуло достаточно плотно, мне кажется, бразилец. Видишь как? Плотно-плотно, да. Но бывает, что из таких положений разворачиваются бойцы. Видишь, пока первый раунд, ребята, еще не очень мокрый. Поэтому, наверное... А Торрес начинает, смотри, сразу работает правой рукой. В очень хорошей позиции Торрес. Смотри, он не дает ничего сделать Тимуру. Тимур только защищается. И смотри, сейчас угрожает завести левую руку под подбородок. Да, прямо сейчас. Вот хорошо подсказывают Торресу из угла. Нагибин и сам пробивает справа. Пошла заключительная минута стартового раунда. И замок пока не размыкает на ногах у нас бразилец. Ну и что можно сказать? Да, Ронни Торрес пока себя показывает замечательно в первом раунде. Партер у него что надо. Но, собственно, никто и не ждал этого легкого прогулки против такого парня. Да. В неприятной ситуации Тимур. Попытка развернулся. Есть, Тимур провернулся. Ну и концовку попытается забрать. Но сейчас нужна активная концовка. Торрес понимает это, смотри, максимально старается завязать руки. Так. И смотри, так ногами пытается оттянуть сейчас Торрес Тимура Нагибина. А у нас считанные секунды остаются до Гонга. И пытается здесь забрать концовку Тимур. Ждем второй раунд. Второй раунд. Первый раунд был таким напряженным и для Тимура Нагибина, конечно же, сложным. Торрес очень хорошо себя показал в партере. Даже в концовке практически ничего не успел пропустить. Причем, да, практически большую часть предыдущего раунда бойцы провели в партере. Да, мы так очень мало видели стойки в самом начале. Хорошо. Тимур Нагибин справа попадает. И Торрес тут же. О, хорошо! Вот это может быть нокаут! Пошел, пошел, на добивание бросается Нагибин. Выживет ли Торрес? Пока терпит, пока терпит. И старается вертеться, крутиться максимально. Так, не вымокался ли Тимур Нагибин? Мы видим, взял он паузу. На момент-то очень хороший для Тимура. Все-таки просто понял, Тимур Нагибин, что нет смысла сейчас идти на полную, тратить много энергии. Зафиксировался в хорошем положении. Да, и здесь контроль сверху. Контроль сверху. Да, очень неприятный эпизод. Такий пережил бразилец. Но надо отметить, что пережил все. Пережил, да. Уже сейчас можно сказать, что первый неприятный эпизод в этом поединке Торрес пережил. Тут уже от Тимура зависит, создаст ли он еще какие-то проблемы бразильцу. Так, Торрес гарп не застегивает, значит залеживаться не планирует пока что, по крайней мере. Отдыхает где-то вот сейчас немножко. Взял Тимур Нагибин тоже паузу. Хорошо слева заряжает. Да, попадает Тимур. Постукивает пяткой по спине Тимура Нагибину Ронис Торрес и перчатки по голове, по затылку. Хорошо справа. Тимур пока одиночными ударами работает. Ну и рефери не видит поводов для того, чтобы поднять бойцов в стойку. Все активно пока, да. Пока на мере подня. Да, начинает наносить удары. Но вот сейчас наберет небольшую паузу. Да, такое затишье. Такое ощущение, да, что немножко Торрес готовился к свипу. Он так попытался, чтобы вроде уйти, готовился к свипу. А вот сейчас пытается он через креветку так. Нет, не совсем. Отрывайся, бей, кричат Тимуру Нагибину, но пока не может оторваться Тимур. Торрес спокоен. Хороший боковой снова слева от Нагибина. Так. Максимально использует сетку здесь бразилец. А вот сейчас хорошая позиция у Нагибина, в принципе. Будет ли заходить туда за спину? Пытается пока сейчас просто зафиксировать Нагибина здесь соперника. Торрес сейчас попытается встать, скорее всего. Опять пауза у нас. А там пытается забрать ногу, ногу Торрес. И удается ему это сделать. Брасывает здесь он на спину, да. И смотри, уже Торрес в партере сверху, что он умеет. Что умеет бразильец в партере сверху. Пожалуйста, боковые справа. You are welcome. Ему ему нужно вставать срочно. Срочно вставать, залеживаться под бразильцем. Вообще не вариант для него. Вообще не вариант. Работаем, работаем. Подсказывает, что надо работать. Попытка. В маунте уже. В маунте бразильец. Был только что. Выход на рычаг локтя. Пытается сейчас, попытается проатаковать левую руку Тимура, судя по всему. Роми Сторрес. Вставай, Тимур. Вставай, вставай на ноги, подсказывают. Да, здесь угловые на Гибино. Но рука пока в опасности. Правая, простите. Правая рука. Бега, бега, бега. Рычаг локтя Роми Сторрес. Но нет. Но там смотри, как зафиксировал шею. Очень плотно ногами захватил бразильский боец. Очень. И достает шею на Гибино. Шею на Гибино. Правую руку на Гибино. Никак не отпустит. Не держать за перчатки попросил рефери. Я думаю, так все и закончится. Ну вот, боковые от Тимура на Гибино. 10 секунд. Ух ты! Обкики! И что такое? Такое запрещено. Запрещенный удар, судя по всему. Санют, наверное, нельзя наносить в партере. Да, удары. Ногами в партере удары наносить запрещено. Только по стоячему сопернику. Только соперник, который не касается третьей точкой. Давайте смотрим еще раз. Используй все пять. Так. Смотри. Понимаю бой. Так. 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 Бам! Держись. Да, вот если бы полностью на ногах стоял Тимур, тогда, наверное, можно было бы наносить. А так он был на коленях. Ну что будет, дисквал или продолжит поединок? В зависимости от того, готов ли Тимур. Да, Тимур восстановился. Бой продолжается. Ждем третий раунд. Третий, он же заключительный раунд. Да, главное событие Тимур Нагибин против бразильца Ролин Торреса. Ну, я так могу сказать. Подтверждается история о том, что поединки Тимура Нагибина всегда драматичны. Всегда, да. Яркий, интересный. Валидольный и корвалольный пароль. Лутика начинает вразильник. Тут же ответ мы видим от Нагибина. Ну и там была подсказка, да, от Ивана Штрихова. Двигайся в стойке, работай в стойке. Все хорошо получается. Классно попадает в дальние руки. Здесь Тимур. И пошел реваншироваться. И тот же в ноги Торрес, но Тимур все видел. Да, да, да. И есть преимущество по скорости. Вот хороший боковой. Хороший боковой слева от Нагибина. Партер Тимур не нужен в этом поведенке. Прям от слова не нужен совсем. А у стойки у него очень много получается. Ну, вспомните, в начале второго раунда, какой хороший эпизод. Аперкотом он уравнил просто бразильцем. Казалось, что может он тогда финишировать бразильцем. Он пережил опытный бразильец. Бразильц не планирует отпускать. Ронни так настроен на тейкдаун. Он понимает, что он стойки пропускает. И он не быстрее Тимура. Поэтому ему нужен партер. И он себя чувствует прекрасно. Мы это видели. Тимур, да, здесь нужно снимать захват и попытаться оторваться от соперника. Ноги отбросил. Ну, либо ждать, когда рефери скажет, ребят, хороший. Какой может случиться? Давайте-ка в стойке на дистанцию. Что ничего не происходит, прямо скажем. Вот. Грозный окрик Вячеслава Киселева. Давайте активнее. Это все-таки Максим Протасов. Праздник в Максим Протасов, конечно. И стойка. Так и случилось, да. Да, стойка на дистанции. Деремся. Так, Тимур, где твои боковые? Хорошо, да. Слева. И хороший боковой еще один. И хорошо. Подзакисывался, чувствуется, да, Торрес после того попытки. Накрывает, накрывает здесь Нагибин. Опасно там махнул. Справа Торрес. Он не точно. Все видит Нагибин. Откровенно так расколачивает здесь. Вот, сколько, сколько, сколько. То, что нужно. Ой, хорошо. Ну, может быть, отпустить его все-таки. И вернуться в стойку. Бразилия здесь может какой-нибудь кунштюк выкинуть. И пока в третьем раунде достаточно хорошо смотрится Нагибин в стойке. И за счет этого, конечно же, забирает третий раунд. Хороший плотный удар коленом от Нагибина. Еще один. Да, нет. Тимуру партер здесь не нужен. Практически в своем углу сейчас Тимур подсказывает ему Иван Штырков. Насколько я понимаю. Это там и Иван Штырков, и Павел Гордеев, и Андрей Чучулин. Такой серьезный угол. Меньше двух минут остается до конца этого поединка. Ну, а Торресу нужно вставать. Если силы, да, у него... Если остались. Но он в стойке насобирал-то в третьем раунде приличный, я вам скажу. Вот как раз подсказывает Тиму, что он будет пытаться бороться. Оторвись от него подсказывают на Гибина, я считаю, совершенно справедливо. Попадает на Гибина, еще один левый сбоку. Торрес бросается к ваге крюкау, да, но не точно все было. Здесь бить на Гибину. Хороший локоть залетает от на Гибина. Отличное, точное попадание. И опять бросается туда, в партер Торрес. Ну, на Гибину нужно отрываться здесь. Освободить правую ногу, да. Такое ощущение, что очень сильно функционально просел Торрес в третьем раунде. И закислился, и напропускал количество ударов, да. Барь на активность. 100%, коллега, твоими устами глаголит истина. Ну и здесь подъем стойку опять на руку. На руку, я бы даже сказал, Тимура на Гибина. Колено в корпус будет, нет? Обе ноги. Попытка через ковырог оттуда выйти от бразильца. Но так уже заманивает. Хотя до конца раунда 30 секунд. Бить, 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 подсказывает Тимуру на Гибину. Ну да, нужна концовка, чтобы у судей не осталось вопросов. Грузи, корпус. Слышу ее, слышно, голос Лана Шверкова. Здесь рядом секунданты. Весь угол Тимура на Гибина рядом. Все подсказывают. Там рассчитанные секунды остаются до конца этого поединка. О, хорошо. Ух ты. Да, на Гибин забирает концовку без вопросов. Да и весь раунд красиво его. Ждем решения судьи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дамы и господа, перед тем, как я объявлю результат боя, давайте еще раз поаплодируем бойцам. Хороший поединок! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, со счетом 29-28 на карточках всех трех судей победу единогласным решением одержал... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо.